свободная касса via pepperoni пожалуйста да друзья когда много занимаешься блогом дела идут так себе и приходится подрабатывать благо есть компания с бара это одна из мировых лидеров среди фастфудов и здесь неплохо платят так где пицца ребят я вам сегодня покажу компанию с бара и возьмем у кого-нибудь интервью вы случайно не президент компании с бара с оборотом 400 миллионов долларов отлично тогда я думаю что надо брать интервью у него а вот ваша пицца дэвид скажите в мире что сейчас из себя представляет с бара какая выручка и сколько магазинов на данный момент открыты с бара сейчас это 650 ресторанов по всему миру в 30 странах самое большое количество разумеется в соединенных штатах где у нас их порядка 350 вторым рынком является турция где у нас их 100 но был момент когда на втором месте после соединенных штатов была россия в которой работало 120 ресторанов и что потом с ними произошло наш франчайзи оказался в финансовых затруднениях в основном это связано с двумя моментами во первых это расширение нашего портфеля что привело к возникновению долгов и второе он в целом пал своего рода жертвой в результате падения экономики и экономического кризиса что в свою очередь привело к большим проблемам для ресторанов в принципе мы работали как франчайзер с этой группой но ситуация не улучшалась и в результате процесса который затянулся на два года мы передали права новым компаниям сейчас наш главный франчайзи в россии компания хорека бэнд менеджмент у нас есть ограниченное количество так называемых мастер франчайзи которые передают права следующим компаниям подрядчикам по всей территории поэтому они начали работать недавно и в частности открыли вот этот ресторан а я решил посетить и посмотреть на их деятельность да дэвид и вы руководите всей этой сетью все огромные структуры во всем мире я правильно понимаю да я генеральный директор всей группы сборо наш главный офис находится в городе колумбус в огайо я занимаюсь всем бизнесом нашей компании по всему миру у нас в россии очень любят считают чужие деньги и главный вопрос всегда это сколько зарабатывают те люди которые к нам приходят и этот вопрос я конечно же не могу не задать вам по миру это 400 миллионов долларов на россии уже приходится приблизительно 3-4 процента от суммы это наш бизнес сейчас 34 процент до это выручка всей компании да ну да это доход по всей системе компаний выраженный в долларах сша около 500 миллионов долларов по всему миру мой вопрос был сколько из этих денег получает лично президент компании какая какая какой ваш доход то есть вот какой уровень дохода это очень интересно для людей здесь в россии какой уровень дохода вот таких супер гуру в вообще в мировом бизнесе очень-очень много это хорошо нам нравятся люди которые зарабатывают много да конечно это был персональный вопрос но я бы хотел подчеркнуть что мне гораздо важнее приоритеты компании я забочусь о компании и для меня исключительно важна доходность всей организации которой я руковожу дэвид а в чем отличие российского рынка фастфуда от мирового вот с какими проблемами здесь в россии столкнулись по моему мнению рынок в россии фрагментирован и я вижу в этом не столько проблему сколько специфическую особенность я имею в виду что доминирование основных брендов на российском рынке меньше чем соединенных штатах поэтому затраты на привлечении здесь значительно ниже чем в развитых рынках сша европы просто объемы бизнеса в россии значительно меньше но большим плюсом является огромный потенциал развития бизнеса в этой стране российский рынок еще не совсем развит поэтому меняющиеся тенденции а именно то что люди чаще начинают ходить в рестораны очень сильно увеличивает возможность развития бизнеса а какие еще в мире перспективные страны для вас сейчас я если я правильно понимаю россия для вас одна из номер один куда вы сейчас хотите направиться какие еще страны мы работаем и успешно развиваемся во многих странах на ближнем востоке в южной америке но по моему мнению основное направление на сегодня юго-восточная азия все любят чит-коды какие самые главные чит-коды в ритейл фуд бизнесе интересно я в этом бизнесе уже 30 лет и развивал как собственные компании так и возглавлял крупные компании в соединенных штатах и за все это время основными факторами успеха были те же что и во всех областях этой индустрии в первую очередь это вопрос предоставления замечательного продукта покупателям основанным на богатом опыте работы второе но не менее важное это постоянно проводить проверку финансовой ситуации то есть контролировать расходы и поддерживать высокое качество работы и производства ведь именно это основные факторы успеха франшиз брендов происходящих из соединенных штатов и выходящих на различные мировые рынки контроль за деятельностью и высокое качество работы франчайзинг в сша это треть всего розничного бизнеса треть мировой экономики раскрывается и проходит через ту или иную систему франчайзинга и речь же не только о ресторане или ресторанном бизнесе речь идет о продаже недвижимости машин бензозаправок и так далее дэвид расскажите немного о вашем профессиональном опыте какой была ваша первая работа первый опыт работы я получил в энди это американская сеть быстрого питания мне было тогда 14 лет да и в то время это была лишь вторая точка сети в энди на сегодняшний день существует около 7000 ресторан ух ты это очень здорово а могли бы вы рассказать как пришли к тому что имеете сейчас я работал в энди около четырех лет затем я поступил в колледж а когда окончил учебу мой отец уже открыл сети ресторанов тогда я решил что буду работать на своего отца это был 1986 год 1986 я родился в 87 в общем мой отец уже владел 13 ресторанами сети в энди с в лас-вегасе я возглавил его компанию и в прошлом году мы продали наш бизнес у нас было более чем 2000 ресторанов по всей южной америки так что мы весьма преуспели насколько я знаю ваши дети тоже работают в сбаро да у меня три сына джонатан майкл и стивен и все они работают вместе с нами какова их роль в вашей компании джонатан занимается менеджментом мой средний сын майкл юрист он занимается лизингом а младший сын стивен берет на себя всю техническую часть например сервис доставки сколько лет вашим сыновьям джонатану 33 майклу 32 стивену недавно исполнилось 27 они старше меня а вот в чем как вы видите отличие успешных франчези которые начинают с вами работать от тех которые закрываются я бы сказал что это очень хороший вопрос ответ на него лежит в балансе с одной стороны это должно быть точное выполнение следование определенной системе качество работы с другой стороны необходимо сохранять предпринимательский дух и инновационный подход к своей деятельности сергей поймите что самые лучшие бренды это те которые сочетают контроль над работой точность работы своей компании и творческий подход совмещенные с инновациями в своей деятельности если вы посмотрите на макдональдс это будет пожалуй лучший пример большого количества инноваций в продукте которые поступили от их франчайзи например филио фиш и другие виды бургеров это очень хороший пример когда я был в роли франчайзи у вендис я был очень рад и гордился тем что мы можем привнести что-то в их систему рад инновациям которые включались в их деятельность некоторые из них происходят от требований рынка а некоторые от каких-то изобретений развития в целом вообще это очень важно у нас в сборо также мы поддерживаем и воспитываем такой вот предпринимательский подход по всей компании по всему бренду по всему миру как пример можно рассмотреть россию здесь мы перешли от модели простого выбора вариантов в меню к модели электронной очереди и электронного заказа когда у тебя такая огромная сеть как можно вот есть какие-то секреты как проводить изменения тоже огромная структура не очень медленно и как реагировать на то что мир так быстро меняется я считаю это очень эффективный подход один из самых важных подходов который если подумать элементарен это составление так называемой score card оценочного листа вообще моя специальность бухгалтерский учет именно с этого я начинал когда закончил учиться я быстро осознал важность критериального анализа для определения качества работы нам нужен был какой-то измеритель шкала критерии оценки которые позволят нам оценивать нашу деятельность я понимаю что многие изменения идут от наших франчайзи и если разработать подход который поможет оценивать изменения измерять их то нам будет гораздо проще управлять своей деятельностью собственно такой управленческий подход подход измерения оценки любой деятельности по определенным критериям позволяет нам быть успешными это и есть scorecard я использую слово мэм как некое сокращение вы знаете что женщину с уважением называют мэм в моем случае это расшифровывается так м мэжермент измерение основных моментов а анализ здесь мы анализируем то что оценили и измерили м м менеджмент и все что получили в начале используем в менеджменте друзья пришло время подводить итоги розыгрыша с оскаром хартманом вы помните часы оскаром мы разыгрывали я прям вот эти часы которые я носил целый год я возьму на хранение один из вас кто напишет комментарии выберем каким случайным образом и они уходят барабанная дробь алексею скворцову алексей ты красавчик ты один из вообще немногих кто догадался хоть этого и не было в условиях но ты догадался оставить ссылку на себя вконтакте потому что других людей мы просто не можем найти поэтому друзья всегда когда вы участвуете в розыгрыше ставьте ссылку на ваш аккаунт вконтакте или в инстаграме и при этом конечно желательно чтобы вы были подписаны в этих социальных сетях на мой аккаунт тоже короче алексей скворцов ты становишься победителем тебе уходят часы если ты в москве то приезжай ко мне в офис я тебя награжу и покажу тебе выпуски если ты не в москве тогда отправляем тебе короче пиши мне вконтакте до встречи а друзья всем остальным вам обязательно повезет так что участвовать в розыгрышах благо они у нас в каждом выпуске почти есть дэвид нас смотрит много людей которые хотят начать бизнес и те люди у которых уже есть бизнес вот подскажите им в чем плюсы открытия по франчайзингу или же все-таки человеку нужно открыть свою пиццерию или свой ресторан и пройти все эти ошибки вообще преимущество франшизы в том что процент успешности бизнеса будет выше по сути вы получаете лучшее что уже было сделано и именно это дает вам преимущество и конечно же тот факт что вы принадлежите большой компании потому что в маркетинге очень важно такое понятие как проникновение на рынок также качество цепи поставок фактическая себестоимость становится гораздо ниже и речь идет не о говядине самих бургерах упаковки речь идет также о строительстве магазинов материалах когда вы принадлежите большому бренду это становится гораздо меньшей проблемой чем если вы будете сами по себе а какие минусы есть что касается недостатков стать франчайзе довольно непросто прежде всего нужно получить соответствующую квалификацию учитывайте тот факт что не каждый бренд нуждается во франшизе а некоторые отрасли и вовсе ей не подлежат к примеру легко начать бизнес в сфере бытовых услуг однако как франчайзинговому бренду этой компании сложно будет добиться больших успехов если какая-то статистика у вас вот в россии в россии 80 процентов компаний вообще которые открываются закрываются по франшизе их меньше а как как ситуация вообще в мире стоит и в первую очередь в сша я могу говорить основываясь на опыте соединенных штатов в целом порядка 80 процентов ресторанов которые начинают работу самостоятельно закрываются из тех же кто работает по франшизе закрываются лишь 20 25 процентов а если цифры по вообще в мире вот это сша самый цивилизованный рынок а может быть другие есть в мире в чем отлить вот и и как ситуация в россии я не могу точно сказать про мир у меня просто нет соответствующей информации статистики вероятно такая статистика существует но мне она неизвестна я могу лишь гипотетически предположить что то что мы сейчас обсудили относится и к ситуации в других странах кроме того на развивающихся рынках такие тенденции могут быть еще более выраженными ваши основные конкуренты насколько я понимаю это макдональдс бургер кинг вот эти компании почему человек должен купить вашу франшизу например они франшизу макдональдс или другого ресторана скажу так стать франчайзе макдональдс не так уж и легко эта компания уже нашла своих франчайзе и больше не заинтересована в увеличении их количество тогда как стать сап франчайзе нашего мастер франчайзе достаточно легко и нам это нужно это хорошая возможность в том плане что осведомленность у нашей компании достаточно велика но в то же время количество точек небольшое это предоставляет нам большие возможности в плане удовлетворения спроса и использования популярности нашей компании а могли бы вы сейчас продемонстрировать как готовится ваша фирменная пицца я могу показать как приготовить бургер в них я знаю толк чуть больше чем в пицце я думаю что у меня должна получиться очень вкусно очень вкусно я например постоянно нахожусь в поиске компаний которые мы развиваем здесь в россии по франшизе у меня своя ритейловая компания для меня вот интересный вопрос какие требования какие каким требованиям должен соответствовать партнер чтобы стать вашим мастер франчайзе или просто вашим франчайзе уже там в конкретном городе в россии право на выбор этих критериев остается за мастер франчайзе у нас их немного но те которые есть сами решают какие критерии устанавливать для сап франчайзе очень популярно мнение что для нас очень важно конкретное место но место мы найдем для нас более важны другие качества такие как опыт наличие ликвидности место это не проблема давайте поговорим о будущем что вы думаете вот что будет происходить с рынком фастфуд вообще общественного питания сейчас все уходит в интернет есть ли здесь вот какие какие у вас планы как вы это будете использовать вообще не будут ли не начнут ли закрываться торговый центр вот в горизонте 10-15 лет в индустрии фастфуда есть два основных принципа первый удовлетворить потребителя второй сделать это как можно удобнее это самое основное все большую популярность в сфере общепита набирает онлайн сервис заказов и услуга доставки так же как и в россии или в любой другой стране в сша мы разрабатываем и тестируем мобильные приложения которые позволят нашим покупателям заказывать доставку прямо из наших ресторанов в любой точке города я не сомневаюсь в том что электронные заказы электронный фастфуд так сказать да и в целом бизнес будет становиться все популярнее и так будет по всему миру как вы видите рынок фастфуда в торговых центрах будут ли какие-то укропняться может быть слияние брендов происходить или также начнут появляться какие-то маленькие конкуренты вот куда движется мир сейчас в сша мы анализируем все заказы онлайн в электронной системе во всех закусочных предельно ясно что тенденции в системе фастфуда в торговых центрах будут ориентированы на увеличение конкурентности это достаточно типично для торговых центров и честно говоря я в этом не вижу никакой проблемы все даже те кто начинает свою компанию мечтает сделать ее мировой такой великой компании как макдональдс как вот или как сбара как вы думаете вот давайте выберем три каких-то чит-кода три супер секрета как стать мировой компанией с мировым именем важнейшим является забота о потребителях и сотрудниках также важно до того как вы приступите к масштабированию довести вашу отправную точку до совершенства и по ходу заботиться о сотрудниках компаний может быть у вас есть какие-то секреты в управлении сотрудниками что вот на что следует обратить внимание я думаю наиболее важно определить основные ценности а также сформировать систему обмена информацией и обеспечить сотрудникам возможность находиться на своем месте а скажите какая лично у вас любимая пицца моя любимая пицца пепперони а еще у нас северной америке есть пицца который пока нет в россии двойная острая пепперони это очень острая пицца и вот она моя самая любимая а скажите какой ваш любимый ресторан я обязательно в него прилечу и по и съем там пиццу скажите какой он где он находится приезжайте в мой родной город коламбус в агайо там самая вкусная пицца в сборо колумбус расскажите нашим подписчикам что самое важное в вашей жизни знаете это достаточно философский вопрос но как бизнесмен я считаю что деньги далеко не самое важное хоть и многие считают обратные и очень ошибаются в этом главное ощутить свой потенциал которым наградил вас господь бог ведь у нас есть все необходимое чтобы помочь другим приумножить свои сбережения построить карьерную лестницу я считаю что это важнейший фактор в бизнесе франчайзинг лишь помогает быстрее достигнуть нужных результатов особенно в том случае если вы хотите помочь кому-то как можно скорее развить их бизнес поэтому я и пошел в эту сферу и нахожусь в ней уже почти 30 лет да ребята вы поняли да короче делайте бизнес делайте счастливыми друг себя и других людей вокруг а с нами сегодня был дэвид дэвид супер крутой предприниматель владелец одной из самых больших компаний в мире спасибо большое сеньки дэвид встретимся встретимся в колумбусе друзья это было очень крутое веселое интервью с невероятным человеком впервые у нас появился настолько масштабный международный бизнес и для меня было приятным сюрпризом что дэвид не просто ну не выше просто он не сел не только сел но еще и владелец один из крупнейших владельцев этой сети из бара и я надеюсь что вам понравилось это первое я очень надеюсь что вы подпишетесь после этого интервью на канал чтобы не пропустить подобное интервью и сейчас я расскажу про свои выводы значит первый вывод который я сделал он такой технический да и он очень бизнесовый это то что крупные компании вот такие мировые бренды очень тщательно отбирают своих франчайзи очень тщательно я возьму себе это на заметку где-то 90 процентов желающих просто физически не могут получить то есть анализируется их опыт анализируется то как они делают бизнес если у них деньги так далее то есть масса параметров это первое второе строительство бренда это большой труд ежедневный степ-бай-степ ты выстраиваешь такую мировую компанию то есть конечно же нет никакой пилюли что вы проснулись и у вас там супер компания большая нет вначале сделайте что-то одно один магазин или одну точку или 1 3 интернет-магазин отточить и технологию сделать ее супер крутой сделайте очень мощный магазин чтобы к нему вообще не было никаких вопросов и только потом масштабируйте свою модель и третье оставайтесь собой будьте простыми вы видели дэвида он нам обычный человек очень дружелюбный там нет и капли пафоса ничего про деньги там он очень скромно об этом говорил и видно что для него это явно незадача номер один поэтому делайте ставьте большие цели уже сейчас думать о том как стать мировой компании как только вы начинаете сейчас бизнес даже если вы думаете о бизнес сразу думайте на 20 на 30 лет вперед чтобы вы были международной компании это действительно вещь который меня лично очень сильно зажигает я надеюсь что и вас тоже у вас все получится давайте шаг за шагом мы вместе это сделаем ну конечно же для этого надо что сделать подписывайся на канал и ставим лайк до следующей встречи пока